МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Описание названия долгие годы было Российская социал-демократическая рабочая партия РДРП. Ну, первый съезд партии, это еще в конце XIX века, как таковая партия, не была создана. Второй съезд он проходил с рубежом. Главные заседания в Лондоне были в 1903 году. Вот партия оформилась на втором съезде и тут же раскололась на два крыла, прямо на съезде. Была принята программа, вот если самое главное, в чем разница в политическом характере и деятельности, установок двух этих крыльев. Да, раскололась на большинство и меньшинство. Большевики и меньшевики. Большевики во главе с Лениным, меньшевики во главе с Мартовым, когда-то другом политическим соратником Ленина, и Плехановым, первым русским марксистом. Это меньшевики. Раскололись по одному вопросу. «Какие обязанности членов партии?» Мартов говорил, что достаточно платить партийные взносы. А дальше полная свобода. Ленин говорит, нет, так дело не пойдет. Платить взносы надо на поддержание партии, но надо обязательно участвовать в партийной жизни, быть членом партийной организации. А это означало, по условию момента, рисковать жизнью. Партия под поле, ну, вот те структуры, которые были в России, они действовали же в подполе. А более серьезная причина, лежащая в основе вот этого расхождения во взглядах большевиков и меньшевиков, программных установках, была принята единая на свете программа. Но она делилась на две части. Программа «Минимум» и программа «Максимум». «Минимум» — это установка на, ну, такую, буржуазную революцию, которая происходила и до этого в мире. Ликвидация, свержение, особо державного строя, монархия, приглашение России демократической республики и какие-то там меры преобразования в духе и в русле буржуазной революции. А программа «Максимум» ориентировала партию на взятие власти и проведение революции социалистической. Вот меньшевики в своей деятельности держались программой «Минимум». Они исходили из того, что Россия к революции социалистической не готова к крестьянской России, что ей предстоит еще длительный путь развития по традиционному буржуазно-демократическому пути. Плеханов говорил, но, правда, он говорил это, когда вот новый виток споров между большевиками и меньшевиками, это уже в условиях февраля 1917 года, он говорил, история еще не смалывала муки, из которой будет испечен пышный пирог социализма. Здесь еще одна, до 1917 года, еще одна виха, это 1912 год. Там в эмиграции очередной съезд РСДРП был. И на этом съезде произошло организационное размежевание. У РСДРП в скобках появилась буква «Б» в большевике. и самостоятельная совершенно партийная партия РСДРП в скобках «М» в меньшевике. Это вот 1912 год. Пути уже и организационно разошлись. Ну, какие изменения в ходе революции 1917 года? После апрельского кризиса Временного правительства, я сразу так верю, некоторые лидеры меньшевиков вошли в состав Временного правительства. То есть, стали наряду с буржуазными партиями, наряду с социалистами-революционерами, стали партией правящего блока. А большевики сразу вошли в оппозицию к криминому правительству. Ленин в своих апрельских тезисах, он их озвучил, 4 апреля, вернувшись в Петроград, из эмиграции, из Швейцарии. И там главная была установка на социалистическую революцию партии. То есть, они вошли в оппозицию. Они в тезисах Ленин говорит, Временное правительство бездействует, Временные никакие шаги в сторону решения тех ключевых вопросов, которые вызвали революцию. Вопрос аграрный, вопрос рабочий, вопрос национальный, вопрос войны и мира, немедленный мир, а Временное правительство, продолжение войны. И вот Ленин говорил, массы будут отходить от Временного правительства. Неизбежно разочаровываться этим бездействием. Все, когда-то и непонятно, учредительное собрание. Вот мы Временную правительство подготовим, мы проведем выборы, всенародные выборы учредительного собрания, и вот пусть оно решает все ключевые вопросы. А наша главная задача сидеть и готовить. Это в условиях революции. Но Ленин сказал, нет, дорогие и недорогие господа политики буржуазные и умеренно социалистические, или как он называл, мягобуржуазные. Это неверная восстановка. Масса от вас уйдет. А мы водруждем на наши партийные знамена все требования, идущие от массы, земля к крестьянам, завода рабочим, немедленный мир, немедленный выход из войны. Вот мы превыщем массы на свою сторону. И опираясь на них, мы возьмем власть через Советы, станем большинством, пока мы и меньшинство в Советах, рабочих, солдатских, депутатов. Мы будем большинство, массы будут поддерживать, перейдут на наши стороны. И мы плавно будем проводить социалистические преобразования, строить рай на землях. Эволюция партии, изменения в рядах большевистской партии. Какие происходили? Первое. Да, Советы, период двой власти была очень влиятельной. Гучков, военный министр в первом составе, октябрист, лидер октябриста, в первом составе временного правительства, он говорил, двой власти, что это такое? Это власть, имела в виду официальную временную правительство, это власть без силы, с другой стороны, Советы это сила без власти, то есть формально. И вот эти после большевистского переворота, я спокойно говорю это слово, почему? Потому что добавляю всегда другое, несколько других понятий. Великая Российская революция, в февральский период Великой Российской революции единого процесса и октябрьский период. А вот элементарный переворот, но он положил начало огромному февральскому периоду Великой Российской революции. А поэтому здесь любое понятие можно использовать. Но это начало. Так вот и начался процесс. те какие-то властные не то что полномочия у Советов, но все-таки влияние на ход событий и так далее, они стали быстро сходить на нет. И власть быстро стала концентрироваться в структурах большевистской партии. Начиная от ЦК, который принимал все принципиально дальнейшие вопросы. И кончая там ЦК республиканских компартий, губернантские комитеты вплоть до низовых Советов. Вот власть они превращаются уже в ширму Совета, за которой скрывалась несущая конструкция государственной власти это партийная структура большевистская. Процесс можно говорить, что Советы полностью стали ширмой. В середине 18-го года, когда в стране, ну, может быть, не до юра, а де-факто возникла однопартийная система. В июне большевики добиваются, проводят через всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ЦИК, декрет, а исключение из Советов всех уровней, правых эсеров, эсеры к тому времени раскололись на правых или левых, правых эсеров и меньшевиков. Все, мгновенно. То есть, они стали нелегальными противниками. А так, до этого активно участвовали, конечно, большевики преобладали в советских структурах, но там была мощная оппозиция в лице и правых эсеров, и меньшевиков. А дальше эта линия продолжается в июле. Левые эсеры поднимают мятеж против большевиков, и в ответ мятеж был подавлен 6 июля 18-го года, получили исключение тоже из советов. И вот с этого момента там оставались в советах и в том числе в АПЦИК, ну еще ну где-то ну целых 70-х в среднем представителей других партий, ну вот социалистической ориентации. Она ничего не решала, эта представительница уже не решалась. Вот этот процесс перехода власти к большевикам, структура большевистской партии, он завершился. осенью 20-го года, уже под закат гражданской войны, когда все было ясно, победа над белыми интервентами, она одержана. У партии прошла дискуссия о верхах и низах партии. верхи, ну скажем так, потом я уточню это понятие, комиссары всех уровней, руководители, партийная верхушка, низы это основная партийная, рядовая партийная масса, низы возмутились, это комиссары с такими привилегиями окружились, они оторвались от партии. А Тротский уже ну в 23-м году, он метковый фраза, он вошел в оппозицию к Сталину, к сталинской группе большевистским ЦК, он сказал, партия, то есть зафиксировала это уже совершенно четко, там процесс обозначился, вот внутреннего раскола большевистской партии, верхние и низы. А потом я вернусь к вопросу, кто такие верхние, я в общей форме сказал, что такое низы. Тротский говорит, партия раскололась на два этажа, верхний, где принимают решение, и нижний, где узнают решение. В нижнем этаже, то есть партийные массы. Примерно было вот в начале 20-х годов 500, там с чем-то, с хвостиком, около 600 тысяч человек. Это нижний этаж, рядовая масса, которая узнавала о принятии решений. А кто же обосновался на верхнем этаже, втором этаже? Ленин сам ввел это понятие для них. Вот когда он уже размышлял над тем, что было сделано в 21-м, 22-м году, ну, а потом болезнь уже, ну, остались только его диктовки, так называемое политическое завещание. Вот, он ввел понятие старая большевистская гвардия, он говорит, отцой партии, старая большевистская гвардия, именно они определяют пролетарскую, социалистическую политику всей партии. Это мозг партии. Это партийцы с дореволюционным стажем, то есть те, которые работали в подполье. Это партийная интеллигенция, которой уже набралась опыта политическая борьба и не только политическая борьба. Сколько их было? Ну, Сталин в своем кратком курсе определил цифру, она так вошла во всю советскую историографию, 24 тысячи человек, всего, 500 тысяч и 24 тысяч человек. Сейчас историки считают, что в рядах старой большевистской гвардии вот в этот период она тоже внесла потери гражданской войны, было не более 14 тысяч человек. Но эти люди держали государственную власть. Они занимали все ключевые посты во всех сферах и государственные, и в общественных организациях, вооруженных силах, в экономике, в хозяйственном механизме. Все. Вся власть. Как это состояние можно определить? Я думаю, что можно определить уже следующую фазу эволюции большевистской партии. реальная власть была в руках коллективной диктатуры старой большевистской гвардии. В первые годы во главе с Лениным Ленин не был диктатором. Я бы такое неожиданное понятие применил. Он был разводящим. Он был хранителем единства старой большевистской гвардии. Хотя он большой любитель эфемизму, всегда публично говорил о единстве всей партии. Но его мучило один вопрос как после его ухода чтобы как сохранить единство того слоя партии, который держит реальная государственная власть. Старая большевистская гвардия. А вот в недрах этой коллективной диктатуры уже точно с апреля 22-го года стал разобуваться другой процесс, который прошел несколько фаз, стадий становления режима личной власти одного человека. Имя его вы знаете. Столяна. Этот процесс концентрации власти в недрах старой большевистской гвардии и вот это было. С 22-го, с того момента, когда Сталин при одобрении Ленина занял пост, должность генерального секретаря ЦК, ну тогда уже РКП был. Ленин его определял, когда первое узнал, ну Сталин как грузин по национальности, он партией занимался, ну вопросом национальности, книжка писала об этом, основывался специалистом по вопросам межнациональных отношений. Ленин его называл в иммигрантский период, а он довольно часто выезжал, но он не любил иммиграции. Вот Ленин и другие многие лидеры партии прекрасно жили. В Швейцарии, в Англии, в Германии, ну ради бога. Вот Сталин наездами. Долго он там не оставался. На съезды там что-то еще. Ну Ленин ценил его. Ценил его. Называл чудесный Грузин там письмом. Чудесный Грузин и он там ну не скажу в узкий круг сподвижников ближайших Ленина. Это скорее был Зиновий Каменев. Зиновий вообще секретарем Ленина был весь иммигрантский период. Ну помимо Крупской. Крупская поневолен и по своему призванию как жена супруга Ленина. Уже его позиции что он в числе партийного руководства что он член ЦК партии которая избиралась на съездах на съездах стал членом правительства Совета народных комиссаров наркома по иностранным делам и продолжал вот так карьеру и во всяком случае не случайно его за организаторские способности вот и избрали на должность генерального секретаря. До этого было просто нескольких членов секретариата которые выполняли техническую работу готовили документы для обсуждения на политбюро ЦК и руководящий орган с 19-го года политическое бюро готовили материалы для обсуждения их там в разное время по-разному максимум человек 15 член политбюро вместе с кандидатами член политбюро это партийный цимис предполагалось что это должность будет техническая понимаете ну старший из секретарей который готовит все документации что стало происходить Сталин очень быстро увидел что эта должность открывает огромные возможности совершенно не технического характера а характера политического секретарей подбирал партийные кадры занимался расстановкой подбором и расстановкой руководящих кадров и Сталин довольно быстро используя это стал продвигать на ну так испуг причем он это так умело делал что старая большевистская гвардия слишком поздно похватилась власть из ее рук уходит Сталин своих ну как правило молодых и верных ему людей сторонников так потихоньку испугали Ленин поздно похватился вот знаменитое письмо к съезду часть политического возвещания и Ленин говорит Сталин сконцентрировал за короткий срок необъятные властные полномочия а Сталин по характеру ну это в другом если бы любитель острых блюд он гроб не так течен это в нашей коммунистической среде большевистской приемлема а так да в общей политике в отношении с обществом это вот нетерпимость какая-то да вспыльчивость нетерпимость ну это не годится Сталину надо искать замену да не тот кто был поезд ушел потому что он начинается с 23-го года борьба с еще одним претендентом на место Ленина претендентом который уже фактически умирал Троцкий тот уже был не до смены потому что Сталин главный противник Троцкого и Большевицкая гвардия сказал зачем нам ее уменять ну груб нетактичен да прочие грешки которые у него увидел Ленин на секционных заседаниях письмо ленинской зачитывались Троцкий Сталин там есть вене что-то сказал ну а я и не держу за эту должность лукавил лукавил конечно но он знал что говорил знал что не пройдет этот номер по конкретной ситуации что Большевицкая гвардия оставит на этой должности он продолжил свою тихой сапой свою работу концентрации власти вот смотрите я назову вам все оппозиции которые одна за другой их объединяло левый такой уклон и общее название левая оппозиция то есть они критиковали генеральную линию Сталина и его окружение руководящую группу а вначале сразу с 23-го года в эту руководящую группу это самый Сталин как генеральный секретарь члены политбюро Зиновьев Каменев и Бухарин ну там еще более такие мелкие фигуры вот это потом по ходу борьбы все менялось вот смотрите 23-24 год Троцкий да на фоне чего на фоне борьбы за власть в партии и соответственно государство первый в атаку пошел Троцкий 23-го года троцкийская оппозиция потерпела поражение вот в 25-м году новая оппозиция так вот новая возникла и так за ней имя осталось новая оппозиция ее лидеры бывшие соратники по борьбе с Троцким потому что его амбиции так ограничили резко вот это Зиновьев Каменев затем слились в политическом и кстати оппозиционном объединенная оппозиция 26-27 годы где дружность встретились вместе и Троцкий и Зиновьев и Каменев Шляпников там и другие еще оппозиционеры были и на каждом этапе мы уже видели Сталинская группа поддерживала политическую победу почему а потому что генеральную линию которую проводил Сталин поддерживал большевистской гвардией своей массе по моим подсчетам во всех вот в левой оппозиции я назвал три оппозиционные блок группы было не более одной тысячи людей которые можно смело отнести к старой большевистской гвардии а всего их было на тот момент ну за 10 тысяч точно понимаете то есть вот эта установка цель последних лет жизни сохранить единство большевистской гвардии это удалось сделать да она была едина в поддержке генеральной линии сталинская повторяю это и закончилось это исключением лидеров и активных участников вот этой левой оппозиции на 15 съезде в декабре 27 года это разгром левой оппозиции исключение из партии что такое исключение из партии это волчий билет это запрещение вообще это изглание из политики это еще не расстрел он троцкий даже его просто взяли в 29 году выслали из страны за активную оппозиционную деятельность он продолжал ее вот и вот это это означает что Сталин за спиной старой большевистской гвардии я еще так как тоже проспали этот момент сделал еще один шаг к установлению режима личной власти своей всех друзей ближайшее окружение ленина вынул спать при поддержке старой большевистской гвардии под какими лозунгами Троцкий начинал борьбу с руководящей группой ЦК во главе со Сталином какие лозунги первое Сталин привил гибкость Троцкий по характеру такой цельный и упертый я бы даже сказал как ленинская это ленинская идея это Сталин потом сказал Ленин считал что возможно строительство социалистической революции в одной не в группе ведущих стран мира а в одной стране я к тому говорил что это Россия еще он не говорил России Сталин он ухватился за эту мысль и немножко уточнил ее на свой лад вот Ленин говорил что социализм возможно не в одной стране и теперь это наша цель нечего дожидаться мировой революции там один провал за другим особенно 23 год неудавшийся германский октябрь Коминтерн объединение Компартии готовил ну в глазах большевиками готовил там пролетарскую революцию зашла звезда будущего лидера германских коммунистов молодого Эднста Тельмана восстание было Гамбург все было подано вот и Сталин сказал мы сидим тратим колоссальные деньги на поддержку наших братьев по классу золото и прочее потоком идет в руки Компартии и не только Западной Европы там они уже расплодились а толку то нету а толку нету возьмем курс не дожидаясь мировой революции но строительство социализма у нас опасе вот а самое Труцкий как впрочем и все другие левые оппозиционеры да они стояли на своем никакие компромиссы только мировая революция без мировой революции без государственной помощи рабочих передовых стран взявших власть в свои руки мы власть не удержим социализм можно строить но построить его в крестьянской России нельзя вот этот лозунг станинской позиция и позиция Труцкого позиция старой большевики говорит она тоже устала в своей массе ждать мировую революцию это первое все лупования возлагать а этот лозунг сталинский он мог сыграть и старые большевики это видели огромную мобилиционную роль что такое построение социализма пусть весь мир идет по капиталистическому пути а мы построим нашей родной России рай на земле только надо хорошо работать с утра до ночи то есть вот мобилиционно вот западные истории кстати это видят огромное значение пропагандистское агитационное мобилиционное вот это лозунг установки Сталина видны историки положим американские они говорят большевики сумели вызвать массовый энтузиазм и поддерживать его долгое время так второй узнал или установка это как раз по вопросу НЭП что такое НЭП новая экономическая политика это рыночно-административная модель там есть рыночная часть по неволе введенная в 21 году да и которая разбивалась вплоть наращивалась вплоть до 25 года можно сказать большинство там уже кризисные явления рыночная часть ну самое яркое выражение положено в 25 году натуральный налог отмен правда разборщик натуральный налог и право продавать часть хлеба который оставался крестьяне получили вот ну натуральный налог а в 25 году натуральный налог переводится в денежную форму то есть государство закупало хлеб на рынке вообще российском крестьяне его продавали ну то что необходимо государство для обеспечения городского населения вооруженных сил и так далее сталин развивал неп вплоть до начала кредитных явлений сохраняя рыночную составляющую а вот левая оппозиция как раз против этой рыночной составляющей выступала она видела в этом опасность которую несли с собой непманы промышленности политическую опасность непманы и кулаки в деревне крестьянское буржище которая питала вот эта рыночная часть непоткового механизма они ее старались сжать ограничить причем это характерно для Зиновьева Каменева новая оппозиция и для Троцкого может больше еще степень Троцкий в 23 году выдвигает идею сверх индустриализации и чего он исходил он говорил крестьянцев в целом ну может быть кроме бедноты а ее уже она резко сократилась при черном переделе земли конфискации земель помещиков распределению среди крестьян а кулаки и средники это наши ваши противники то есть подавляющая часть населения средников было 60% 65% даже это противники они вот смотрите что в 21 году училили политический кризис мы едва красавский мятеж и прочее крестьянские восстания мы едва власть успели сохранить вот благодаря переходу к нему маневру этому уступкам крестьян так они в любой момент опять будучи устроят поэтому что надо делать надо пока они еще может быть внутренне не готовы к новому кронштаду к новому натиску это собственники крупные мелкие собственники они чужды наши пролетарской природе подвох в любой момент ожидать надо за счет средств силы взять у деревни и все бросить промышленности наша единственная опора это пролетариат это рабочий класс провести сверх индустриализацию короткое время за счет деревни промышленная база резкого усилит соответственно увеличится намного численность рабочего класса тогда мы еще можем устоять до мировой революции до жидации а старая большевистская гвардия во главе с Ленин говорила нетрудно потом это уже другая ситуация Сталин какие-то идеи сверху индустриализации тротского воплотит в жизнь тогда нет угрозы нового Кронштадта какой там натиск на деревню свертывание НЭПА то опять крестьяне за винтовки возьмутся опять по России полыхнулась волна крестьянских волосами зачем это уже было в 21-м году слава Богу сняли эту угрозу от Роски нас толкает опять к новому обострению в отношении деревни а Россия крестьянская рабочих то в это время меньше 20% в общем массе населения а около 70% крестьян процентов вот и здесь поддержание в борьбе с левой оппозицией Сталин Сталин завершил это дело выбросил их из партии лидеров левой оппозиции это по третьим третьим позвоночным Троцкий под каким вот качество третьего основного лозинга критики Сталина Сталин свертывает внутри партийную демократию хотя ее стал свертывать Ленин ну а Сталин вот свои кадровые политики он видел Троцкий прекрасно к чему дело идет кадровая политика Сталина он говорил там на местах партийные секретари что Губенские что они не выбираются это прямые назначенцы Сталина их просто посылают и все вот убрать это назначенцы этот весь механизм вернуться к выбору разрешить фракционную деятельность отстаивать свои интересы группы против даже большинства своего позиции прямой призыв к молодежи партины которых много было такая энергичная часть молодая энергичная слой партии он говорит ну что молодежь смотри что делает Сталин еще благодаря его политике что верхушка партии на небе она полностью отрвалась от самой партии надо взять контроль восстановить контроль партии над верхушкой так а кто там на верхушке партийной массы восстановить контроль ну как бы мы сейчас сказали популистский конечно потому что Троцкий был настолько авторитарен по характеру это старая большеведская гвардия знала что стоит Троцкий год гражданской войны показал сугубо штатский человек или как офицеры говорили штафирка он посудил создал Красную армию на основе жесткой дисциплины позиция старой большеведской гвардии которая на верхнем этаже вот там на верху находилась ей нужен был контроль над собой партийной массой а ему так было хорошо понимаете и привет и здесь Станин получил поддержку поддержка сохранялась если эту линию провести поддержка сохранялась и в борьбе в условии кризиса НЭПа в конце двадцатых годов с новой оппозиции с правой оппозиции во главе уже с Бухариным главой правительства советского Рыковым главой профсоюза Томскому все три члена политбюро они здесь выступили против Сталина там провокации ОГПУ были но во всяком случае они стали устраивать попытку устроить демонстрацию оппозиционную лозунду это 7 ноября 27 года потом стало известно что вроде они подпомнили типографию завели хотя до конца вопроса печатают свои агитационные листовки ну то есть уже какие-то конкретные дела пошли в декабре 27 года их низ левой оппозиции я же сказал все лидеры активные сторонники были исключены из партии что значит выявили из политбюро они получили волчий билет полный запрет на политическую деятельность вообще а как выходить из политического кризиса что произошло в 25 году еще промышленность в сельском хозяйстве там вышли на довоенный уровень в середине 20-х годов а промышленности еще далеко нет процесс восстановления промышленности выход на довоенные рубежи еще не был до сих но большевики там 14-й съезд декабрь 25-го года берут курс на индустриализацию причем по какой форме по форме троска форсированная индустриализация с упором на развитие строительства развития тяжелых отраслей базовых отраслей металл топливно-энергетический комплекс там электроэнергетика химическая промышленность машиностроение во всех видах вот от самолетов до танков почему потому что танки из картона не клеят стояла задача резкого усиления по современным тогдашним стандартам красной армии и флота почему эта проблема стола а танки из картона не клеят а фрунзе перед смертью в 25-м году сформулировал тезис о том что будущая война будет войной моторов моторов самолет танк проще 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 а почему тут большевики так обозначили свой курс взяли взяли курс уже декабря 25-го года а потому что тогда же они вытирая слезы в Кремле сделали вывод о стабилизации капитализма то есть все ставка на мировую революцию в ближайшее время сделан быть не может что капиталистический мир несмотря на все потрясения вот это первых годов после мировой войны устоял а это значит страна во враждебном окружении ставка на мировую революцию проводила значит да в любой момент опять пойдет на прочность испытывать новые строя значит надо дать по зубам а как дать новых условий надо обеспечить максимальное развитие базовых отраслей на их основе развернуть промышленность современную оборону и полностью приосносить армию вооружения новым центром вот деньги пошли откуда прежде всего из легкой промышленности она жирком обросла за год и стали за счет налоговый так перекачивать из легкой промышленности тяжелую еще такие средства ну это вот такая дойная корова легкая промышленность а ведь не забывайте легкая промышленность производства предметов потребления необходимых в том числе и крестьян вот знаете слова Маяковского можно вспомнить бывший ситчик моим комсомолком мануфактур террасин гвоздь это все что угодно все крестьянам нужно в жизни все это они покупали червонцы все они покупали за червонцы магазины а сейчас полки быстро опустили они вот в 26-м году проблемы они крестьянин на рынке продали хлеб на руках червонцы пошли в магазины физиономию у них вытянуть купить нечего в 27-м году они сказали так червонцы стал лихорадить терял покупательную способность в этих условиях тогда это про очень твердые валюты в 27-м году собрав урожай крестьянин сказали мы мы хлеб на рынок то мы объемим как и раньше вывозить не будем и тогда что делать они говорят если мы не можем провести крестьянин выступать акиме акиме вооруженные восстания уже пошли когда в 28-м году было принято решение Сталина его продавил и Бухарин был против в апреле на апрельском пленуме ЦК стал вопрос а чего сделать хлеба нет в 28-м году хлеба нет в государственных декрамах как обеспечивать продовольствием рабочих как обеспечивать армию откуда мы хлеб крестьянин его прячут и было принято решение Сталининское Сталинин предложил силой взять как годы военного коммунизма послать продовольственные отряды кто не желает по государственным ценам бросу продавать хлеб государству того объявлять злостным спекулянтом хлеб конфисковывать имущество включая дома конфисковывать а самих этих спекулянтов в кавычках ссылку в лагеря на 10 лет Бухарин говорит нет это неправильное решение надо изменить стратегию индустриализацию перенести упор с форсированного развития тяжелой промышленности на промышленность легкую для того чтобы наполнить полки магазина необходимым крестьянам продовольствия и тем самым потянутся на рынок так называемая ситцевая смычка с крестьянами получила ставка на преимущество развития легкой промышленности так старая гвардия опять поддержала Сталина почему а потому что альтернатива Бухарин стал под сомнение главный вывод Ленина или завещания сохранить и развивать тяжелую промышленность основу базу всего и вся в крестьянской стране иначе мы не просто не только как социалистической но и цивилизованное государство будем раздавлены вот одно из последних публичных выступлений Ленина это мысль а Бухарин в случае военного конфликта чем обороняться или наносить ударки удары по танкам валенками фигурально говорят да пойдем по этому подержим Сталина после насильственного этапа коллективизации с конца 29-го года с колоссальными насилием после резкого падения жизненного уровня в начале 30-х годов в два раза примерно по сравнению относительно спокойно 28-го года когда выяснилось перед глазами старой большевистской гвардии огромная социальная цена воплощения сталинской генеральной линии партии возникают уже антисталинские ну такие подполнены конечно среди старой большевистской гвардии антисталинские подложки сталин должен уйти вот в левой оппозиции и у бухаринской оппозиции персонального требования против не было там обвинений против линий решений а здесь сталин должен уйти сталин губит дело революции сталин должен уйти это группа Риутина Риутин знаменитый манифест старая большевистская гвардия а потом 17-я съезд партия когда старая большевистская гвардия оснулась от лет торгического сна так встряхнулась и решила дать последний бой сталин что она уже фактически всех властных полномочий решилась в начале 30-х годов решил дать последний бой сталин на 17-м съезде там элементы сохранялись внутри партийной демократии на последнем заседании проходило тайное голосование бюллетенами тайное делегатов съезда по выбору членов ЦК а потом ЦК собирался кто набирал больше числа в голосу собирался и уже промирал там полей бюро и так далее разные должности там распределил всего было ну я так примерно 300 ой тысячи делегатов 18-го съезда с правом голоса было вот из них около 300 чуть меньше вычеркнули фамилию Сталина такого никогда не было вот вычеркнули фамилию Сталина ну так получали там против может 10 голосов кто-то кто-то в общем это Сталин тут же донесли потому что в комиссии были его люди надежные люди сказали а что и думать вот здесь Сталин признал свою знаменитую фразу не важно как голосуют важно кто подсчитывает бюллетени голоса изъять уничтожить и объявить что против меня пей голос в хрущевское время когда вот все это расследование всех этих событий большого террора там и прочее нашли и вскрыли запечатаны пакет с с этими бюллетенями избирательными съезда 17 но около 300 бюллет в отсутствие потому что то что предлагал Сталин это было и в интересах старой большевистской гвардии а то что предлагала левая оппозиция расходилась с интересами старой большевистской гвардии Сталин получил поддержку выгнал из партии лидера в левую оппозицию правая оппозиция что предлагал Бухарин сменить приоритеты индустриализации но они все прекрасно понимали то что мне нравится мое выражение танки из картона не клеят это основа обороноспособности портированная индустриализация и вот опять поддержали а здесь уже на первом месте во-первых они лишали своих постов за счет сталинских выдвиженцев понимаете шла вот в начале 30-х годов их уже совершенно очевидно оттеснение от власти вот этой кучки старых большевиков несколько тысяч человек и вот они успокоились тут и плюс колоссальная социальная цена сталинской модернизации понимаете это были те члены или стали членами политбюро на которых Сталин мог положиться а вот на Бухарина он положиться не мог после апрельского пленума 28-го года когда Сталин продавил при поддержке членов политбюро это решение брать хлеб силой Бухарин в панике побежал к выгнанному из партии камень его и сказал Сталин опасный человек Сталин Чингисхан он ни перед чем не остановится я его боюсь то есть фактически с исключенными из партии член политбюро вступил в какие-то такие разглаговисты Сталин и камень вот тоже это вы говорите он написал подробно о этой тайной встрече с Бухариным вот письме к Зиновьям который находился где-то на Волг в ссылке ну ничего не бывает тайным чтобы не стало явно это письмо там или копия писана доложили Сталину и Сталин уже не простил Бухариным помимо того что они разошлись политически в определении перспектив дальнейшего развития события в условиях кризиса он еще вот показал своему внутреннему неустойчивость как Сталин ему доверять называл Бухарчик тот его колба вы понимаете Сталин политик ну конечно ну а как я не хочу проводить никакие параллели они здесь совершенно излишни ну вообще любой лидер старается окружить себя теми людьми которым он лично доверяет у которых естественно есть не будет ударов спину ножом и которые могут справиться с работой ответственной это понятно способно работать а сами чем как политика отличается по складу вы понимаете вот логика его и подводила к тому что ага тут значит Бухарин ну это пример потом это эпизод на 17 какой эпизод это до смерти припугался что будет какие-то власть а главные имена у старой большевистской гвардии еще современной революции и гражданской войны они всегда на руководящих именам на слуху да руководящих постах имена на слуху значит какой-то моральный партитет обообществе и так далее в силу которого без ликвидации этого слова партий а а какой личной диктатуре можно говорить остальным стремился к личной диктатуре конечно а первый шаг который открыл дорогу сталин к личной диктатуре сделал ленин а там что его расчет массы как говорил массы сами могут управлять делами через советы вот мы надеялись это он сказал в 19 году надеялись что советы станут властью через трудящихся непосредственно участие в управлении делами рабочих крестин а советы стали властью для трудящихся не через а для трудящихся голосом Ленин подчеркнул через и для там в тексте выделено для трудящихся через передовой слой пролетариата а что передовой слой партия большевики себя называли передовым слоем пролетариата большевистскую партию то есть Ленин сам признал что власти советы они власть в руках партии власть через партию властью подчеркнул